Дорогие россияне, Сдалось совсем немного времени Зумагической даты в нашей истории. Наступает двухтысячный год, Новый век, новое тысячелетие. Казалось, когда-то так далеко этот необыкновенный Новый год. Дорогие соотечественники, сограждане, а у силы сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. И я твердо выступал за самостоятельность, независимость народу, за суверенитет республик. Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, сегодня мы провожаем последний путь нашего дорогого и горячо любимого Леонида Игича Бережнева. Вот всей швали моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Воля! Пред вами водевильный ветеран, которому всевластная судьба давала роли извергов и жертв. Сей образ невысокомерием выдуман, он смутное воспоминание, вокспополи, что в нынешнее время выжжено мертво. Приняв великолепный внешний вид, малвой навеки выдворенный обличитель возвратился, поклявшись выводить все проявления скверны своей корыстной, бессовестной, невежественной власти. Я похож на человека, у которого есть план. Я знаешь кто? Я пес, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если бы догнал. Так что я просто делаю, и все. У мафии есть план, у полиции есть план, у Гордона есть планы. Они планировщики. Ты убил Тамблдора, Северус. Пока ты жив, бузинная палочка не может по-настоящему принадлежать мне. Ты был хорошим и верным слугой, Северус. Но только я один могу жить вечно. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! От Советского Информбюро! Сегодня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Говорит Москва! Продолжение следует...